Здравствуйте, с вами Дмитрий Клещев. На днях мы рассказывали о последствиях влияния продовольственных контрсанкций на нашу экономику и поведение людей. Сегодня мы решили дополнить этот рассказ результатами опросов, которые проводили социологические компании среди наших граждан. У вас будет возможность сравнить их результаты со своими впечатлениями. Так, в рамках юнического всероссийского опроса исследовательский холдинг РАМИР провел опрос респондентов по качеству продуктов, в первую очередь из санкционных категорий, чтобы посмотреть, как они изменились в связи с продолжающимся эмбарго и растущими ценами. При этом аналогичный опрос проводился в конце 2015 года, и это позволило сравнить динамику. Оценки подверглись популярные потребительские категории – молоко и молочные продукты, мясо и мясная гастрономия, рыба и морепродукты, сыры, овощи и фрукты. В 2015 году наибольшей критике подверглось качество сыров. А наиболее стабильным, по мнению респондентов, сразу после введения эмбарго оставалось качество молока и молочной продукции. Но сегодня ситуация с этими двумя категориями изменилась. Теперь больше половины опрошенных считает, что качество сыров за последний год не изменилось. В оценках качества молока и молочной продукции доли тех, кто находит его неизменным, либо улучшившимся, почти не изменились с момента предыдущего опроса. Однако за полтора года вдвое выросло число россиян, которые отметили ухудшение качества молочных продуктов. По остальным категориям стоит отметить рост числа респондентов, которые считают, что их качество за последний год не изменилось. При оценке качества мяса такой ответ дали 65% опрошенных против 60% в 2015 году. По мясной гастрономии показатель улучшился с 56% до 64%, по рыбе с 51% до 64%, по овощам с 52% до 64% и по фруктам с 53% до 66%. То есть в среднем две трети респондентов не заметили изменений в качестве продуктов из санкционных списков за последний год, тогда как полтора года назад такой ответ давали порядка половины опрошенных. Многие россияне не видят связи между проблемами во внешней политике Российской Федерации и внутренним ростом цен. По данным опроса Левада Центр, 48% респондентов считают, что санкции лишь незначительно навредили экономической ситуации в стране или совсем не повлияли на нее, так считают 18% опрошенных. Лишь 29% уверены, что санкции причинили значительный вред российской экономике. Компанией Mix Research было проведено исследование о практиках покупательского поведения. Опрос проводился в 52 городах России. По результатам исследований можно выделить три стратегии экономии в кризис, свойственные россиянам. Избегание, сокращение и замещение. Стратегии избегания придерживаются 15% опрошенных, то есть они чаще, чем другие, отказываются или реже покупают привычные им товары. Стали реже ходить в магазин и покупать товары более низкого ценового сегмента. Стратегия сокращения, свойственная 13% опрошенных, предполагает покупку товаров по заранее составленному списку. Также покупка товаров-заменителей с сохранением по возможности качества выбираемых продуктов. Стратегии замещения выбрали 14% россиян. Ее приверженцы ушли в магазин более низкого ценового сегмента, стали чаще покупать товары под маркой магазина, а также по акции. Правда, больше половины россиян не смогли сформулировать конкретные стратегии экономии. Таким образом, население все более спокойно реагирует на продовольственную ситуацию, так как мы, с одной стороны, уже позабыли вкус импортных продуктов, а с другой, действительные изменения в ассортименте и качестве скорее носят позитивный характер. Надеемся, что в будущем этот тренд будет продолжен. А теперь к другим новостям. 21 сентября состоится очередное пленарное заседание регионального законодательного собрания. В повестку первой осенней встречи депутатского корпуса включены 30 вопросов. Депутаты заслуживают отчет об исполнении краевого бюджета за первое полугодие. Дополнит отчет информация об исполнении бюджета за полугодие Фонда обязательного медицинского страхования. Кроме того, планируется принять два закона о переходе начисления налога на недвижимость и имущество от кадастровой стоимости. Один законопроект касается перехода к исчислению налога на недвижимое имущество от кадастровой стоимости для физических лиц. И второй законопроект касается юридических лиц. И тот, и другой законопроект, безусловно, если будут приняты, ну а я думаю, что они будут приняты, они увеличат налоговую базу. Соответственно, ожидается увеличение доходной части бюджета Пермского края. Депутаты также планируют внести изменения в закон об инициативном бюджетировании. Совет муниципальных образований предлагает расширить права пользования имуществом, в том числе земельными участками, для реализации проектов в этой сфере. Суть закона в том, чтобы жители принимали прямое, непосредственное участие в определении проблем местного значения, распределении и контроле за частью бюджетных средств. Минсельхоз примет меры для недопущения вывоза или забоя поголовья ООО «Свинокомплекс Пермский». Об этом заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Пермского края Александр Козюков. Напомним, что недавно «Свинокомплексу» было предложено вернуть в бюджет 208 миллионов рублей субсидий, поскольку предприятие не выполнило условия предоставления господдержки. Достижение показателей по объемам производства мяса и отсутствие задолженности по налогам на 1 июня 2017 года. В арбитражном суде на рассмотрение заявления о банкротстве ООО «Свинокомплекс Пермский» Минсельхозпрод ходатайствует о наложении обеспечения на 8 тысяч маточного поголовья. В то же время ведомство подчеркивает, что Пермский край заинтересован в сохранении крупнейшего в регионе свиноводческого предприятия. Отметим, что в арбитражном суде края продолжается разбирательство между ООО «Свинокомплекс Пермский» и налоговой. Налоговая обосновала свое требование наличием у «Свинокомплекса» неуплаченной свыше трех месяцев задолженности. В документах картотеки суда ее размер более 62 миллионов рублей. Представитель ГК говорил об общем доходе перед ФНС в размере 180 миллионов рублей. На текущем этапе представителями компании в ФНС представлен график по поэтапному урегулированию задолженности. Краевые власти выступают за введение в отношении ООО процедуры внешнего наблюдения, поскольку это позволит владельцу имущества контролировать финансовые потоки ООО, понимать, насколько рентабельное производство свинины в майском. Администрация Перми доработала проект изменений в правила землепользования и застройки, который включает установление коэффициента плотности. Он вводится для трех видов жилых зон. По замыслу муниципалитета коэффициент плотности позволит упорядочить новую застройку и сделает среду проживания более комфортной. Основное изменение то, что мы предлагаем как администрация установить жесткое требование соотношения площади жилого здания, которое может быть построено в зависимости от площади земельного участка. И предлагаем его размером один к двум. То есть если у вас есть участок 10 тысяч квадратных метров, то на нем не может появиться здание больше, чем 20 тысяч квадратных метров. Значение коэффициента зависит от размера участков. Чем больше территория, тем больше плотность застройки допускается. Например, на участке площадью 2000 квадратных метров можно будет построить дом жилой площадью 4000 квадратных метров. А на участке 5000 квадратных метров уже будет 12500 жилых квадратных метров. Комитет по вопросам градостроительства Пермской думы рассмотрел предложение администрации и единогласно его одобрил. Окончательное решение примет дума. Проект был разработан в конце прошлого года, прошел несколько публичных обсуждений и уже выносился на июньское заседание городской думы в пакете с другими поправками в правила землепользования и застройки. Но затем этот пакет изменений был снят с повестки думы для доработки. Его разделили на несколько частей, чтобы не смешивать разные по смыслу поправки. Правительством Пермского края подготовлен проект оценки управляющих организаций в сфере ЖКХ. Для формирования рейтинга будут использованы основные и дополнительные показатели эффективности УК. Главным критерием станет количество обращений и жалоб граждан, количество исполненных предписаний надзорных органов, наличие задолженности перед ресурсоснабжающими организациями, полнота размещения информации в ГИС ЖКХ, наличие введенной процедуры банкротств. После того, как будет официально принят и утвержден проект постановления депутатами краевого парламента, по нему начнется работа. Ответственным за формирование рейтинга станет инспекция Государственного жилищного надзора Пермского края. По оценке специалистов, инструмент будет объективно показывать эффективность работу управленцев в ЖКХ и способствовать оздоровлению рынка. Один из аналитических центров представил рейтинг санаторно-курортных организаций России с наибольшим оборотом за прошлый год. Всего в топ-100 две организации из Пермского края. Так, на 31 месте расположилась принадлежащая профсоюзным организациям Пермского края ЗАО «Курорт Ключи». Выручка компании составила 639,5 миллиона рублей, плюс 2% к 2015 году. На 13 месте ЗАО «Курорт Устькачка». Кроме того, в рейтинге седьмое место по доходности среди российских профсоюзных организаций занимает объединение организации профессиональных союзов Пермского края. По статистике миграционной службы Пермский край ежегодно посещает около 100 тысяч иностранных граждан. При этом доля тех, кто в качестве основной цели своего визита указывает им на туризм, крайне мала. На конец августа в регион прибыло 3190 человек, указавших данную цель визита. При этом две трети даже не покинули столицу Прикамья и лишь треть отправилась в путешествие по Пермскому региону. Подробности узнаем от специалистов. Количество прибывающих в Пермский край туристов примерно остается на прежнем уровне в соотношении с тем количеством, которое, в принципе, к нам прибывает Пермский край. Держится на уровне 4-4,3% от общего количества всех прибывающих иностранных граждан. Самые распространенные сроки прибывания, прибывающих с туристической целью визита, это 2-3 дня. Второе место занимает 7 дней. Оказывается, не во всех городах России люди, находясь на работе, испытывают стресс одинакового уровня. По результатам исследования компании HeadHunter названы самые нервные регионы Российской Федерации. Согласно полученным данным, в среднем 18% сообщили, что со стрессом им приходится сталкиваться ежедневно. Наиболее подвержены ему те специалисты, которым от 25 до 45 лет. Безусловным лидером среди нервных регионов стала Орловская область, где каждодневному стрессу подвергается 35% сотрудников, что для многих стало совершенно неожиданным показателем. К примеру, в Петербурге и Ленинградской области это значение на треть меньше 23%, а в Москве 22%. Пермский край, как обычно, занял место в серединке. Специалисты определили и то, что является причиной стрессов. Оказалось, основная из них – это большой объем пороченной работы. На втором месте страх не успеть в установленный срок. Затем идут ссоры с руководством. Также было выяснено, что при стрессовых ситуациях женщины нервничают более интенсивно и часто в сравнении с мужчинами. Данные опросы показали, на ежедневный стресс пожаловалась каждая пятая опрошенная дама. У сильного пола этот показатель – 15%. Определены и самые нервные профессии – это работающие в ресторанах и гостиницах специалисты по закупкам и консультанты. Самый низкий процент стрессов у рабочего персонала. На этом у меня все. С вами был Дмитрий Клещев. Всего вам доброго.